Хоба! Привет! Это опять я, доктор Влад. И сегодня у меня второй ролик. В первом я поздравил всех с Днём Победы. Но это было на другом сайте. Сейчас уже на сайт основной, на коренной, как говорится, доктор Влад. Я пишу ролик и опять всех поздравляю с праздником. 9 мая сегодня, День Победы. По какому поводу у меня этот ролик? Вот мне тут одна дамочка, зовут её Светлана, на моём же ролике на Ютубе задала такой вопрос интересный. Добрый день, Влад. В Иннете есть информация о воде Сасси. Помогает похудеть. Лимон содержит. Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, я сначала было написал так, что... Что-что-что-что-что-что... А что я написал так? Ну, я написал так, что с лимончиком хорошо пить, туда-сюда. Вот. А потом... Ну, и так как-то забыл. Ну, ладно, вода-вода. Вот. А потом вечером жене рассказываю. Говорю, слушай, вот мне тут спросили, какая-то вода Сасси. Говорю, ты случайно не знаешь? Она говорит, может, прическа? Ну, есть такая Сасси, прическа. Я говорю, нет, не прическа. Может, шампунь? Я говорю, нет, нет, не шампунь. Вода. А что за вода? Ну, вот я рассказываю, что это вода. Значит, в ней там лимончик кладут, огурец. Ну, я уже успел посмотреть, как это бывает. Что-то у меня сегодня нос в чашке. Я не пьющий, в общем-то. Вот. По старой привычке, наверное, 9 мая, да? Нажраться и упасть. Ну, так и вот. Я говорю, вот там огурец, лимон, она бааа. Говорит, я, говорит, недавно... Ну, мы-то знаем. Она недавно в Перу летала там отдыхать. Всяких инков смотреть там. Вернее, то, что от них осталось, да? Руины. И вот нам, говорит, ну, каждое утро, естественно, у них был этот русский шведский стол для русских туристов, да? Ну, там русские-американцы в основном были. Вот. И, значит, всегда ставил графинчик с водичкой. Ну, это всегда. Американцы воду всегда пьют, хлыщут, там, не знаю, как. Со льдом, естественно, все. Но в графинчике был огурчик и лимончик. Я говорю, ну, так вот это то же самое как раз. Заинтересовался. Начал копать дальше. Попытался выяснить, что это за сас. Сас. Вот почему именно сас. Он оказался композитор. Саси. Вот. Это, ну, как изобретатель. Синтия Сас такая. Синтия – это женщина. Вот. Диетолог. Она изобрела какую-то диету для плоского живота. Диета так особо не прижилась. Но вот водичка из этой диеты прижилась даже очень хорошо. И все ее пьют. Причем как пьют. Я вот, в общем, я бы тоже рекомендовал. Сразу скажу. Я ничего. Я даже не собираюсь смеяться над этим. Я сразу скажу. Потому что, ну, в общем, воду пить. Ну, как? Полезно, конечно, воду пить. Ну, не знаю, там, два литра в день. Ну, попробуйте. Я пью сколько надо. Ну, вообще, вот где-то литр-полтора-то у меня получается. Только я не воду пью, а чай пью. Вот у меня чай здесь вот уже допил. Уже надо заваривать опять, да? Чай с травами тут разный. У меня там шалфей в основном. Я очень люблю там. Ну, полно. Да, литр-полтора в день получается. Ну, вот, а если пьете воду и чай не любите, вот, а кофе, ну, два литра кофе, где вас будут искать, да? Вот, на канадской границе перехватят. И вот пейте вот эту воду. Ну, действительно, она... Я спросил у жены, как она? О, говорит, вкусно. Говорит, необычно немножко вкус. Вот, ну, вкусно. И вот, в общем, я посмотрел, покопался, как это делается. Правда, у меня не все тут оказались компоненты. И некоторые я даже заменил. Имбиря у меня совсем нет. Ну, ладно. Вот как она делается? Я прям пишу в Вики Хау, да? Есть такой сайт. И вот там, значит, вода синтезас. Значит, что нам надо? Что нам надо? Сейчас я вот это уберу вправо, это уберу влево. Нам нужно два литра воды. Вот, вот у меня два литра воды. Во. Два литра воды. Так, используйте воду хорошего качества. У меня кипяченая вода нормальная. Ну, можете, конечно, налить воду какую-нибудь там покупную, дорогую, пожалуйста. Но, наверное, это еще лучше будет, полезнее для организма. Если вы так много воды пьете, лучше брать хорошего качества. Это, конечно. Чайная ложка свежего имбиря. Ну, вот у меня нет. У меня есть маринованный имбирь. Вот, когда покупаешь это самое суши, да, там всегда придается такой розовенький маринованный имбирь. Ну, наверное, это не то. Ну, нет и не надо. Тут его всего надо, чайную ложку для запаха, да. Один средний огурец, очищенный и нарезанный тонко. Вот это у меня есть. Вот, гляньте, какая. Значит, я взял средний огурец, пупки отрезал, вот. И тоненько-тоненько, прям вот прозрачно. Нет, это вот прям прозрачно его нарезал. Прям вот он прозраченький у меня такой, да. Один средний лимон, нарезанный тонко. Поворачиваем нашу тарелочку. Вот у меня лимон. Ну, только это не лимон у меня, а лайм. Вот, лимон я не нашел. Я думал, есть лимон, а оказалось, нет. Лайм, да какая разница, господи. Тут он даже, это же Синтия советует, можно вместо лимона мандарин. Вот, и ради бога, да. Вот, значит, вот у меня. Ну, получается, видите, соотношение лимончик, вот. И огурчик вот на две части я его поставил, чтобы он у меня не упал, чтобы башня Трампа не упала. Вот, значит, вот это вот огурчик у меня, да. Вот я нарезал, я не стал, как говорится, в кадре это все. Ну, не важно, ну, нарезать, что вы не нарежете, да. Вот, и листья мяты. Вот тут написано 12 листьев мяты. И дрен корень 12. Они же разные все. Ну, вот я вот, у меня мята на огород растет, да. Ну, вот я под нас собрал вот этой мяты. Вот, ну, сейчас будем считать 12 листьев, да. Вот. И все. Вот давайте делать. Давайте, давайте, давайте делать банку. Так, крепко закрыл. Значит, и... А что еще? Так, так, порезали, порезали. Тут у нее картинки даже есть. Вот как что, вылите воду. Она тут огурцы вообще ломтиками режет, чего это. А! Поехали, да? Значит. Вот банка. Банку видно? Вот банка. Вот так я поставлю банку, да. Вот я туда огурцы. Так, первый пошел. Второй пошел. Много-много я резал, старался прям по миллиметру. Третий пошел. Вот это все. Огурцы уже там. Вот они тут плавают с удовольствием, да. Вот, значит. И лимончик, лимончик. У меня не лимончик, лаймчик. Такой же кислый. Тот же вкус абсолютно. Вот. Но если у вас лимон есть, так хорошо. Вот у нас что-то нет. Мы часть лимона не пьем. А лайм иногда покупаем. Жена что-то с ним делает, я не знаю. Жена тоже что-то делает, делает. Я не знаю, она что-то делает все время. Ладно. Опс. Вот. Ничего тогда. Почему-то лимон опустился вниз, а огурец поднялся наверх. Так, и 12, но надо же придумать. А 12 листьев мяты. Мята 1, мята 2, все чистенькое. Мята 3, из-под дождя в смысле. У нас дождик сегодня. Мята 4, мята, не знаю, будем считать за 5. Это 6, это мята 7, мята 8, 9. Ну, все вместе тут получится 10. Сколько там? 12, да? 10. Ай. 11. 12. Знаете, чтобы добро не пропадало, да? 13. И 14. Я думаю, жена не обидеть, не будет она считать, да? Вот. Чем бы мне, чем бы, чем бы, чем бы. Где-то у меня что-то здесь было такое, что можно помешать. А вот такая вилочка у меня была интересная. Это я для яблок у меня специально для яблок, для фруктов, такая вилочка. Надо здесь кушать. Статьи пишу и кушаю яблочки. Вот. Солить не надо, перчить не надо. Вот. И я еще сюда добавлю, знаете, что? Лед. Вот у меня лед здесь есть, да? Вот. Много здесь льда. Вот. И пускай оно, вот, как раз получилось под завязку. Все это кладется в холодильник и пьет сток с утра. И вот за день вот такую банку должны слопать. А я хочу попробовать. Еще разок помешаю. Уже теперь со льдом хорошо мешается. Ну-ка. Ну, что? Пахнет. Так. Вот как я буду наливать сейчас? Сейчас все пролью. У меня стаканчики есть хорошие. Сейчас я сюда положу лед. Как делают американцы всегда. Они все пьют со льдом. Чай со льдом. Коньяк со льдом. Лиски со льдом. Чай со льдом. Кофе тоже со льдом пьет. И попробую налить. Чтобы не пролить, чтобы не пролить, чтобы не пролить. Ай. Так. Ичмеников. Давай. Оп. Вот так. Нормально. Хорошо пошло. Так. Ну что, я попробую и вам расскажу просто, как это выглядит. У меня знаете что? Соломинка здесь есть. Коктейль. Ой. Мята сюда попала. И огурчик сюда попал. Хорошо. Пробуем. Слеза комсомолки. Огуречным лосьоном пахнет. Точно как у Венедиктова. Ой. Не Венедиктов. Венедиктов это наехи Москвы. Я не знаю, что он пьет. Судя по тому, кого он там приглашает. Конечно, что-то более ядреное. Это этот. Венечка Ерофеев. Там помните? Москва. А петушки там была со слеза комсомолки. Как раз там с веточками чего-то. Там не помню. Живомости. Не, вообще нормально. Лучше, чем вода. И это она еще не настоялась. Ребят, вы все поняли. За 6 секунд все это делается. Ставится в холодильник. И пьется с утра до вечера. Банку выпили. Тут я вот посмотрел. Вопросы задают. Можно ли повторно использовать те же компоненты? Написано, что нежелательно. Потому что они все уже из себя, как говорится, вырабатывают. И лучше их, так сказать, с ними проститься. И на следующий день еще один огурец. Ну, сейчас лето уже начинается. Там огурцов много. Лимоны. Ну, наверное, не очень дорогие. Пробуйте. Я вам желаю счастья, здоровья и радости. В этот прекрасный день. 9 мая. День Победы. До свидания. С вами был доктор Влад сегодня. День Победы. С вами был доктор Владимирович.